Вы думаете, что замедление роста цен на новое жилье в Китае в августе 2024 года вас никоим образом не касается? Ошибаетесь. По данным Международного валютного фонда, при повышении темпов роста в Китае на 1%, рост в других странах увеличивается примерно на 0,3%. А экономисты из Oxford Economics подсчитали, что снижение экономики Китая на 1% приведет к падению взаимосвязанных с ним экономик на 0,2%. И если учесть, что китайская экономика является второй по величине в мире, то она связана почти со всеми странами. А значит, в той или иной степени может повлиять и на лично ваше благосостояние через устойчивость экономики вашей страны. Вот почему вас должно насторожить то, что по данным исследовательской компании China Index Academy средние цены на новое жилье в 100 городах Китая продолжают падать. А происходит между тем следующее. Сектор недвижимости этой страны, являющийся основой экономики, с 2021 года переживает один кризис за другим. Регулирующие органы, то есть государство, ужесточило требования в отношении застройщиков с высоким уровнем закредитованности, а это спровоцировало кризис ликвидности. Строить не очень-то получается. Раньше китайские девелоперы брали кредиты, покупали землю, рыли фундамент, продавали недострой населению, а на вырученные деньги не достраивали, а покупали новую землю, закладывали ее под новые кредиты, рыли фундамент и так далее. В какой-то момент надулся пузырь. Вмешалось государство, ужесточило регулирование, и теперь все инвестиции в жилье – это достройка того, что уже выкуплено людьми на стадии котлована. Однако это лишь симптом глубинной болезни, истоки которой в демографии, то есть снижение количества работающих людей. А ведь еще совсем недавно все было хорошо. Китай разбогател, как только перешел к рыночной экономике и открылся западу в 1990-х годах. Богатство прирастало на 10-15% в год. Но постепенно догоняющий рост, индустриализация и урбанизация исчерпали себя. И в последние годы экономика росла уже вдвое медленнее – на 5-7% в год. И вот в 2022 году она прибавила всего около 3%. А теперь мы видим следующее. По данным агентства Reuters, ссылающегося на официальные опросы, производственная активность Китая в августе 2024 года тоже упала до 6-месячного минимума. Причина – снижение отпускных цен на продукцию фабрик. В общем, ситуация пока не плачевная, но прогнозы не очень хорошие. На экономику Китая должна была приходиться треть глобального экономического роста в этом году. И потому ее драматическое замедление в последние месяцы вызывает тревогу во всех странах. Ведь не зря ведущие экономисты мира называют экономические проблемы Китая тикающей бомбой замедленного действия. Рауф Нассиров для CBC Рауф Нассиров для CBC